30 семей в Хмелевом остались без питьевой воды. Четыре дня – это еще недолго, говорят жители. В прошлом году всю зиму и март боролись с перебоями. Водоснабжение некоторых улиц в селе и вовсе приостановили на несколько недель. Руководство Курск облводоканала и местные чиновники сетуют на сильную изношенность сетей. Аварий происходит много. Как повторюсь еще раз, в этом году 22 раза аварийная бригада выезжала. Соответственно, проводили ряд мероприятий. Но, к сожалению, денежных средств, отплаты от населения, их хватает только на осуществление аварийного ремонта. Жители обращались за помощью в разные инстанции. Но пока получают лишь обещание провести ремонт водонапорной башни и будки, где размещается насос. Состояние оборудования трудно назвать удовлетворительным. Башню обещали покрасить, провести сварочные работы и обвалку. Селяне считают, что их провели некачественно. Да и мы видим, что башня продолжает капать. Проблемы у нас возникают каждый год с первыми морозами. Мы остаемся без воды. И на протяжении зимы у нашей местной администрации, у сотрудника облводоканала одна отговорка. То, что погодные условия не дают, мешают. А что им мешает летом сделать что-то? Не устраивает селяны качество воды, хотя она проходит все лабораторные исследования. Решение проблемы – поменять водонапорную башню. Мы сейчас вступаем в программу на 2022 год. Экология, чистая вода. Готовится проектная смитная документация. Входим в эту программу. Уже почти она готова. Пройдут экспертизу. И в 2022 году мы как водонапорную башню новую поставим. Вода – не единственная проблема селян. На одной из самых протяженных улиц нет асфальта. Люди ходят по грунтовке. В слякоть приходится самим выталкивать буксующие в грязи автомобили, в числе которых и машины скорой помощи. Управлением капитального строительства проведены геологические и геодезические исследования. Документы поданы? Документы поданы. Значит, в текущем году, надеемся, завершить все-таки проектирование. Но это от проектировщиков зависит. Уже не столь от нас. И передать документацию по дороге в государственную экспертизу. Чиновники обещают, в следующем году жители села Хмелевое заживут лучше. Не только с хорошей питьевой водой, но и с новой дорогой. Кристина Горлатых, Роман Федорков. События дня.